12 лет назад Надежда впервые надела форму и собралась на смену. С тех пор безопасность вокзалов родного города – ее жизнь. О выборе профессии не жалела ни разу. У нас объекты транспорта. Это поезда дальневоследные, как я и говорила, электропоезда, вокзалы. Ну так, интересная работа очень. В любую погоду, в любое время суток сотрудники патрульно-постовой службы – те люди, благодаря которым на железнодорожных станциях всегда спокойно. Спектр полномочий широк от пресечения хулиганств и распития алкоголя, до помощи тем, кто потерялся или почувствовал себя нехорошо. Бывают и более серьезные случаи. Начинала я с патрульно-постовой службы. Я работала в ночь, выходила. У нас было убийство на второй Рязани. Мужчина убил женщину. Ну тоже по горячим следам он был пойман. Раскрытие было. Вот он на данный момент, я так думаю, еще сидит, наверное. Был случай, когда я приехала проверять наряд несения службы на первой Рязани. Сотрудниками патрульно-постовой службы был выявлен гражданин в состоянии алкогольного опьянения. И у него были поддельные документы сотрудника, что вызвало у меня подозрение, потому что данный гражданин был не похож на сотрудника. По этому случаю сейчас проводится проверка. За 12 лет службы Надежда видела многое, но для нее это просто работа. И она утверждает, что научилась справляться с эмоциями. Есть такие моменты, которые, бывает, становятся страшно, но потом понимаешь, что нужно действовать как сотрудник полиции, а не как гражданин. Именно транспортные полицейские проверяют электрички, сопровождают детские поезда во время летних каникул и следят за любителями рисковать и перебегать железнодорожные пути в неположенных местах. Ежедневно через вокзал Рязани-1 проходит около 90 поездов. За прошедший год выявлено почти 3000 нарушений. Это в среднем 8 нарушений в сутки. А справляться с ними приходится тем, чья служба на первый взгляд неприметна, но очень важна. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».